Окружные депутаты предлагают изменить условия использования средств регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий, разрешив многодетным семьям расходовать средства и за пределами региона. С такой просьбой в адрес парламентариев обратились многодетные родители округа, члены клуба «Семья». Улучшить свои жилищные условия с помощью средств регионального материнского капитала многодетные семьи могут только на территории Неницкого округа. Такова норма закона. За время его действия с 2011 года на улучшение жилищных условий было направлено 310 сертификатов на общую сумму более 90 миллионов рублей. По мнению самих многодетных семей и поддерживающих их депутатов, справедливым будет разрешить использовать средства регионального материнского капитала на решение жилищных вопросов на территории всей Российской Федерации. Напомню, окружной материнский капитал предоставляется при рождении третьего и последующего детей. В 2017 году его размер составляет 366 тысяч рублей. Более детально вопрос обсудят на заседании комитета и вынесут на рассмотрение сессии в первом чтении. Еще один законопроект, внесение которого инициировано депутатами, касается региональных доплат к пенсии. Напомню, с 1 ноября их размер составляет 3108 и 3500 рублей. Право на получение средств имеют те пенсионеры, чей индивидуальный совокупный доход не превышает трехкратной величины прожиточного минимума пенсионера. В него входит заработная плата, пенсия, социальные компенсационные выплаты и доходы от предпринимательской деятельности. В связи с такими обращениями граждан, представленным проектом закона, предлагается с 1 января следующего года исключить из указанного перечня видов доходов пенсии, которые получают работающие пенсионеры, место работы которых расположено на территории Нинско-Автономного округа. По информации Анатолия Мяндина, сегодня более чем 1200 пенсионерам отказано в получении региональной доплаты к пенсии в связи с превышением индивидуального дохода трехкратной величины прожиточного минимума, установленном в Нинницком округе. На сегодня это 63 147 рублей. Законопроект получил положительное заключение временно исполняющего обязанности губернатора и будет вынесена сессия для принятия в двух чтениях. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.